Год назад была запущена всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Работу волонтеров во время пандемии трудно переоценить, а вскоре новый фронт содействия при голосовании по программе «Комфортной городской среды» с активными новгородскими добровольцами. Сегодня встретился глава региона Андрей Никитин. Все присутствующие сегодня в зале стали не только свидетелями, но и участниками больших исторических событий. Среди награжденных оказалась и наша коллега-тележурналиста Элита Тошкина. И как у каждого волонтера, у нее за этот год накопилось немало воспоминаний. Например, о поездке в одну из новгородских деревень. Деревни нас ждали. То есть знали, что одинокие там были люди, больные, что мы должны привезти продукты. Приходим в дом одной бабушки, стучимся, никто нам не открывает, и мы не понимаем, в чем вообще ситуация. И потом сказали жители, что бабушка нас так ждала. К сожалению, она одинокая, очень больная была, очень больные ноги у нее были. Она ходить не могла на артрозных ногах. Она дошла, чуть ли не до конца деревни, она стояла, ждала волонтеров. А когда торжество закончено, можно поговорить о том, куда будет двигаться и как развиваться волонтерская жизнь в регионе дальше. В феврале и марте в федеральный проект формирования комфортной городской среды прошел набор добровольцев, которые с 26 апреля выйдут на улицы, чтобы информировать жителей о ходе проекта и помогать в голосовании на месте через специальное приложение. С одной стороны, очень много сделано за последние несколько лет по комфортной городской среде, но еще больше не сделано. То есть, огромные запросы на это есть. Люди хотят жить в комфортных условиях, люди хотят гулять в парках и скверах. И чем больше у нас будет таких проектов, тем лучше будет жить и в городе, и в районе. Поэтому вся поддержка, которая от меня может быть, она у нас будет. Работа волонтеров начнется 26 апреля, когда на платформе за.городсреда.ру стартует голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году.